А также сообщить, что если кто-то будет подтираться навозом животного или костью, то Мухаммад непричастен к нему. Сказал Ан-Науи, то есть пророк, салаллаху алейкум, непричастен к его действию. Говорит сейх Абдурахмана, это противоречит внешнему. Слово хадиса, то есть внешнее слово хадиса такое, что пророк непричастен к этому человеку. Ан-Науи, что сказал, пророк имеет любого пророка, который непричастен к этим действиям. Говорит, это неправильно и противоречит внешнему смыслу хадиса. В Ан-Науи кассирам, говорит шейх Абдурахмана, и имам Ан-Науи часто разъясняет хадисы, уводя их от их внешнего смысла и разъясняет их непрямым смыслом. Говорит, наверное, это означает то, или это означает другое. Говорит, фаях сейх Абдурахмана, запросите ему всевышний Аллах, но из этого хадиса понимается, что пророк, салаллаху алейкум, непричастен, как к этому действию, так и к тому, кто это действие сделал. В официальном мусульном Абдурахмане, разъясняет, приходит у имама мусульма, со словом Абдурахмана, о том, что пророк, салаллаху алейкум, сказал, Не постирайтесь навозом, а также ко сми, потому что это прописание ваших братьев из джиннов. Говорит, что имам сейх Абдурахмана, приводит к хадису имам мусульм, но имама термия в своем сунане назвал хадис больным, а также от Барахути в свои книги от Фатаббу. То, что более правильно относительно этого хадиса, что вот эти слова, которые мы прочитали выше, что это слова, на самом деле, Абдурахмане, которые были введены в хадис и оказались похожими на слова пророка, салаллаху алейкум. Даже если сказать, что этот хадис, на самом деле, Мурсал Абдурахмане, он недостоверен, но он все равно достоверен посредством того, что у него есть поддержка, хоть как Абу Гурейра, у имама Аль-Бухари. В нем сказано, что Абу Гурейра сказал, Я сказал, о пророк, то есть, почему нельзя потираться ко сми или навозом. Паля, когда пророк, салаллаху алейкум, сказал, Потому что навоз и кости являются пропитанием джиннов. И однажды, говорит, ко мне пришла делегация, или прибыла делегация джиннов, которая называется Мавсайбиль. Какие они прекрасные джинны. Они попросили меня пропитание, то есть, чтобы я обратился к Всевышнему Аллаху, и чтобы Всевышний Аллах сделаем особое пропитание. И я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы около какой бы кости или навоза они не проходили, кроме как непосредственно шли на них свою еду. И приходит некоторая хадиса, что кость это пропитание самих джиннов, а навоз это пропитание животных джиннов, тех животных, на которых нам передвигаются джинны. Говорит, Входя из этого, подтирание навозом или костю является недействительным. Какое правильное мнение в этом вопросе? Говорит, Что касается действительности, то более правильное мнение, что если человек потерся навозом или костю, под навозом имеется ввиду сухой навоз, и при этом он достиг очищения, то это потерание является действительным. Офтиар, Один из вопросов, который рассматривали во время изучения книги Булюг-марам. Камайула Загир Мазад Ахмад. Говорит, Шейх Абдурахмад Амин Хасан, мнение имама Ахмада в его Мазгаде, что подтирание этим является недействительным. Лимар Ауа Ибн Хузейма, Абдурахмутня Ана-Ли-Урера, из-за того, что передается у Ибн Хузейма, Атайж Абдурахмутня Атабу-Урера, Ана-Набия, Салаллаху Али-Асаляма, То, что Пророк, Салаллаху Али-Асаляма, запретил подтираться костью или навозом, и сказал, навоз и кость не очищают. Какого постановления этой добавки? Кто-то скажет, не изучали, так ли, эту добавку также изучали. Сказали, что эта добавка является слабой. Нам говорит, Шейх Абдурахмутня Ахмад, эту добавку приводят от Дара Кутни, в то слове, Акуба ибну Хумейда ибну Касиба, от Саляма ибну Раджа, от Хашуна ибну Фурата, от Казаза, от его отца, то есть Курата Аль-Казазаза, а тот от Абу Хазима Аль-Жи'и, а тот от Абу Гуриры. В Азиистану Дарит, этот Иснат является слабым, потому что в его Иснате Якуб, вот эти Якуб ибну Хумейда ибну Касиб, слабые, а также Саляма ибну Раджа, тоже слабые. А что касается Хашуна ибну Фурата, то Мухталя Кунси, то относительно него есть разногласия. В Ахадису Юхстамена Аль-Сахчи, не можно сказать, что его Ахадисы можно поднять до уровня хороших. Но это Хадису Юхстамена Аль-Сахи, так как в нем два других слабых передатчика. В Ахадису Юхстамена Аль-Сахи, но сам-таки Хадис достоверный, так как мы приводили ранее, поддерживая циклочки на него, но без слов, они не очищаются. На достоверность вообще Хадиса, в общем, без этой добавки указывает Хадис Абу Гуриры, а также ибну Масруда, который мы приводили ранее. А также Хадис Хальмана у имама Муслима, а также Хадис Джабель ибн Абдилла, также у Муслима. Танбей говорит в примечании Аль-Хадис Лам Юхриджу Ибн Хузима. Этот Хадис не приводится у Ибн Хузимы, Валям Яхзу Илья Ибн Хадир Киев Хаф Аль-Магара. Ибн Хадир не приписывает его к Ибн Хузиме в своей книге Киев Хаф Аль-Магара 18813. То есть отсюда что берется? В чем важность этой добавки? Фейнну Малайю Фагиран. Если бы она была достоверной, то отсюда выбралось, что навоз, сухой навоз, а также кость вообще не способны очищать. То есть не те предметы, которые способны очищать. Но эта добавка является слабой. Добавка является недостоверной. Поэтому говорим, что подтирание этими предметами, если произошло очищение, то оно действительно нам, но само по себе оно запрещено. Вот это вот...